Добрый день друзья и гости канала. Был на днях на нашей местной барахолке в поисках метчика М2. В результате кроме метчика были куплены еще и ножницы по металлу. Цена всего 30 гривен, что практически альтернативно 1 доллару. Всего-то. Ножницы, которые есть у меня, также требуют ремонта. Более того, они имеют достаточно большие размеры, что в моей деятельности не совсем удобно. Именно поэтому я приобрел эти самые ножницы, которые, как вы видите, вдвое меньше. Да, между прочим, ножницы по металлу в современном исполнении мне не по душе. Как показала лично моя практика, классические ножницы гораздо удобней. Хотя, опять же, это кому как. Разбираю ножницы. Для чего откручиваю болт, соединяющий два режущих элемента. На удивление, открутить достаточно ржавый болт удалось достаточно быстро, без лишних телодвижений. Теперь можно лицезреть красоту повреждений и режущей кромки. Как правило, такие раны возникают при попытке реза чересчур толстого металла. Или, например, при попытках перекусить что-либо каленое. Справиться с подобного рода неприятностью можно только одним способом. С помощью алмазного напильника. В моем случае это надфиль. Конечно, лучше было бы использовать что-то побольше, но алмазных больших напильников я в продаже не встречал. Вообще, интересно, существуют ли они вовсе. Если кто знает, напишите в комментариях. Буду признателен. Выровнял режущую кромку и теперь займусь, без сомнений, самым сложным и трудоемким процессом. В частности, приступлю к выравниванию плоскостей в местах соприкосновения режущих губок. Процедуру произвожу с применением наждачной бумаги. Для удобства приклею ее с помощью двустороннего скотча. Вот такой достаточно больших размеров абразив. Имеем сиренистость 80. И что? На старт, внимание, фарш. Неожиданно. Куриный. Или свиноговяжий. Не важно. Время от времени проверяю геометрию обыкновенной линейкой. Честно признаюсь, что я немного недооценил ситуацию. Я было понадеялся, что шлифовка одного элемента займет максимум 4-5 часов. А не день, как это оказалось в конечном результате. Конечно же я не сдержался и произвел предварительную сборку и тестирование. К моему великому сожалению, все оказалось далеко не так, как я предполагал ранее. Оказалось, что ножницы, кроме повреждения, имеют еще и общую неправильную геометрию. Но, как говорится, против лома нет приема. Шлифовку благополучно окончил. Признаю, что полностью избавиться от ям и табу подобных гадостей не удалось. Нет, мне не стало жаль времени. Просто последующая шлифовка не имела смысла. От режущих элементов в таком случае ничего бы не осталось. Я бы все сошлифовал, весь металл. Удаляю старое лакокрасочное покрытие. Для реализации этой цели использую смывку. Химия есть химия, а посему, напоминаю, что работать с ней следует исключительно в хорошо проветриваемом помещении и в перчатках. Меня под одним видео спрашивали, что за смывку для краски я использую. Да, обыкновенная смывка. Какая-то SP-6. Вещь. Смывает все. Раньше я недооценивал этот химикат. Думал, та ерунда. Маркетинг. Нифига. Штука бомба-ракета. Рекомендую всем и вся. Вот так оно иногда и бывает. Только что-то похвалишь. Не берет смывка. Что за краска? Загадка. Обычно брало все. Какую я краску только этой смывкой не растворял. А эту прям нет. Может это порошковая? Может кто знает? Поделитесь информацией. Придется наждачкой сошкребать. Довольно насытившись ручного наждачного труда, шлифовку выполняю на токарном станке. Для этого задействую чашку с липучкой и, соответственно, наждачную шкурку разной зернистости. Сверхи. 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 Скажи. В заключении полировка. При этом особое внимание уделяю непосредственно режущим частям. Они будут взаимодействовать друг с другом, а следовательно будет возникать трение. А следовательно его необходимо минимизировать. Также для придания большей эстетичной привлекательности прокрашиваю цифровые надписи. Лишнюю краску удаляю ветошью пропитанную растворителем. Все составные части ножниц готовы к сборке. Между прочим, я здесь на днях общался с одним достаточно уважаемым слесарем. Я не шучу насчет уважаемого. Так он мне посоветовал использовать в качестве смазки лубрикант. Вроде как такое вещество очень долго не высыхает и обладает хорошими смазывающими свойствами. Конечно, я сомневаюсь в этом утверждении и сомневаюсь довольно сильно. Тем не менее, попробуем, попытка не пытка. Для этой цели была приобретена пачка дешевых презервативов. Из них я, собственно, и добуду этот самый лубрикант. Продолжение следует... Произвожу тест. Если ножницы будут резать бумагу, металл будут резать тем более. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Время подводить итоги. Из гамна получили работоспособный, очень неплохого качества инструмент. Сталь все-таки советская, это во мне и китайская пластилиновая. Время не затратил, конечно, колоссально. Это получается недели полторы я ковырялся. Конечно же, я бы управился и быстрее, но когда процесс работы сопровождается еще и видеосъемкой, времени занимает раза в три больше весь процесс. Что еще хочу сказать? Вообще, было бы хорошо поставить пружины, здесь она и была, но порывшись в своих запасах, ничего подходящего не нашел. Есть, конечно, пружины, но одна чересчур тонкая, другая, наоборот, чересчур толстая и, соответственно, жесткая, что не есть хорошо. Будем искать. Как найду, все непременно, поставлю сюда еще пружину. Думаю, так будет работать удобней. Пишите свое мнение в комментариях, будем общаться. Подписывайтесь на мою страницу в Instagram. Там я публикую фотографии текущих работ, вы будете самые первые в курсе событий. До новых встреч, пока!